В этом видео я поделюсь с вами прогнозом курса доллара с 7 по 11 ноября 2022 года и также как повлияет на нацвалюту решение ставки ФРС и высокие цены на нефть. Друзья, приветствую всех вас на моем канале. Я начну с того, как курс рубля изменился за предыдущую неделю. Короткую четырехдневную неделю рубль завершил ослаблением позиций против американской валюты. По итогам торгов четверга доллар США закрылся на отметке 62 рубля и 10 копеек, что почти на 60 копеек выше значения закрытия предыдущей недели. И все это происходит на фоне роста его курса на мировом рынке, вызванного итогом заседания ФРС США, на котором произошло очередное повышение ключевой ставки. Также сильным позициям американца способствует сезонное снижение предложения валюты со стороны экспортеров. Хочу напомнить, что Федрезерв повысил процентную ставку сразу же на 75 базисных пунктов до 4%, продолжая борьбу с инфляцией. В ответ на решение индекс доллара резко подешевел по всему спектру рынка, поскольку оно совпало с ожиданиями инвесторов, и регулятор намекнул на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Однако произошел резкий разворот, когда Павел заявил, что преждевременно говорить о приостановке повышения ставок. Конечный уровень базовой учетной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. И, видимо, намек был на то, что процентная ставка повысится до 5%, а вот с какими темпами она туда доберется, пока еще не ясно. И такая ставка может привести к рецессии США. А сейчас скажу парочку слов о нефти. Под конец торговой недели нефть марки Brent стоила приблизительно 95 долларов 70 центов за один баррель. А в последний торговый день цена на нефть снижалась и достигала почти 94 долларов. А после выхода данных от Минэнерго США цены восстановились до 96,5 долларов. Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились чуть больше, чем 3 миллиона баррелей. А запасы бензина сократились на 1,3 миллиона баррелей, а прогноз был 1,9 миллиона баррелей. И сейчас, поскольку цена на нефть марки Brent остается на высоком уровне, то нефтяной рынок продолжит поддерживать российскую валюту. По оценкам аналитического агентства Byte River, техническая картина нефти сейчас находится на стороне покупателей. И они подготавливают почву к прорыву уровня сопротивления в 97,5 долларов. И с такими ценами на нефть вроде бы кажется, что все неплохо. Они как и недавний прогноз ОПЕК о том, что нефть остается доминирующим энергоносителями для всего мира, который также поддерживает курс рубля. А с другой стороны, есть такой фактор, как возможное введение потолка цен на российскую нефть, которое будет угрожать курсу национальной валюты. И в связи с этим, курс доллара на текущую неделю вероятнее всего будет расти. Рубль же, напротив, ослабит свои позиции. И я думаю, в текущую неделю доллар будет находиться на уровне 62-63 рублей. Если же вам нужно назвать более конкретный ориентир, то я предполагаю, что это будет уровень 63 рубля за 1 доллар США. И на этом, если вам было полезно эта информация, то не жалейте вашего лайка под роликом, а также подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всем удачи, всем пока.